Дорогие друзья, мы начинаем нашу трансляцию МАК-ТВ. Сегодня 9 июня 2020 года. Как всегда, мы с вами в час дня. Сегодня у нас интереснейшая тема. Перебираемся в Киев к Владу Голдаковскому. У нас с вами рубрика «Постоянная наша город солнца». И мы просим Влада построить нам город, в котором люди не будут ощущать себя в депрессии, а будут счастливыми. Люди, чтобы были счастливы. Дай нам, пожалуйста, вот эту возможность жить в счастливом городе. Привет, ребята. Ну, действительно, задача непростая на самом деле, потому что это проблема. То есть депрессия – это проблема. И, кстати, ею занимаются не только психологи, социологи, химики и доктора. Да, да. Ею занимаются и градостроители, и урбанисты в том числе, потому что… Так, я презентацию свою… Ты открывал уже, открывай. Да, только что мы увидели название «Город и депрессия». Сейчас вы видите, да? Нет, я не вижу сейчас. Было открыто до этого. Так, давай попробуем еще раз. Давай. Так, давай. Вот сейчас что-то убегает куда-то. Вот сейчас очень много всякой переписки к этому не относящейся, наверное, да. Так, сейчас, одну секунду. Ну, давай, я что хочу сейчас сказать пока. Сейчас открываю презентацию, что этой проблемой занимаются архитекторы и урбанисты в том числе, потому что очень много ее сегодня. И это на самом деле влияет на образ жизни, на уровень жизни гаража. То есть что с этим делать? Сейчас мы с вами будем разбираться. Так вот, есть, да? Молодец. Да, «Город и депрессия». Название правильное. Давай. Так, ну, смотрите, давайте немного статистики. Есть такая она неутешительная. На самом деле, люди, которые живут в городе, они на 21% выше риск депрессии, чем жители, например, деревень. Например, вот у горожан, видишь, плюс 35% панических атак, то есть больше, чем у жителей деревень. А также вот такая неутешительная статистика по психическим расстройствам, заболеваниям, даже таким серьезным, как шизофрения, ну, в два раза больше. Больше, чем в два раза больше, есть риск заболеть таким недугом людям, которые живут в городе, чем те, которые живут в деревне. Ну, какие тут факторы, которые на это влияют? Уже я в депрессии, честно говоря. Уже, да, в депрессии? Да, давай. Ну, у нас мы хорошим закончим. Мы закончим хорошим. Давай. Значит, что на это влияет? Ну, во-первых, социальная раздробленность, то есть в комплексе с высокой плотностью расселения. То есть, с одной стороны, мы оказываемся в среде, где очень много живет людей, да, вот мы живем в таких джунглях питонных, а с другой стороны, мы все дальше и дальше отделяемся друг от друга. И вот этот вот конфликт, он, на самом деле, по исследованиям, вот как раз-таки вызывает так много различных психологических расстройств. Ну, например, на что влияет социальная раздробленность, да, вот изоляция? Она влияет на то, что, то есть риск болезни и преждевременной смерти у людей, он гораздо выше у тех, кто живет без семьи и у него мало друзей. Одиночество вызывает высокий риск ожирения, как ни странно. Проводили вот эксперименты на мышах и как-то их там изолировали, и вот у мышей, которые находились в изоляции, ну, как бы в одиночестве, у них там гораздо выше был риск всяких опухолевых заболеваний, чем вот у обычных, чем у тех мышей, которые живут в коллективе, скажем, да. И, в принципе, наши города все, они так и строятся сейчас, что мы ориентируемся на какие-то яркие, интересные постройки, да, но одинокие фактически. То есть мы не чувствуем какой-то серьезной связи с городской тканью. И, кстати, поэтому людям, по статистике, люди, которые живут в старых городах, они гораздо более счастливые, потому что они чувствуют свою связь, ну, с большим количеством различных отношений и связь. Так, ну, это мы уже говорили, да. А интересно еще, что по исследованиям человека садили в холодную комнату, и когда просили его вспомнить о каких-то теплых отношениях с другими людьми, то человек чувствовал температуру в комнате теплее, чем на самом деле она была. И наоборот, когда он думал об одиночестве, то ему было реально холоднее. Интересно, что есть исследования, которые говорят о том, что протесты, которые сейчас проходят в городах, да, в Америке, и, кстати, не только в Америке, в Лондоне, во многих европейских городах, они вызваны именно тем, что люди долгое время находились на карантине и находятся, чувствуют себя в изоляции, и это такой простой способ соединиться с другими людьми. То есть быть вместе, ну, как бы хоть в протесте, хоть в чем-то, но как минимум вместе. И есть такие исследования, что люди, которые это почувствовали, у нас это тоже в Киеве много раз было, я знаю, что это такое, там действительно люди ощущают себя как бы вместе и хотят вернуться, и найти любой повод для того, чтобы опять побыть вместе каким-то образом. Сейчас есть очень много приложений, которые эту проблему депрессии в городе анализируют, и вообще как влияет городская софрида на психоэмоциональное состояние человека. И вот есть такое приложение, называется Urban Mind, городской разум, и это такое приложение, которое устанавливается на смартфон, и через запросы отношения человека к среде, вот что ты чувствуешь сейчас, Сеня, например, там вот в такой среде, в которой ты находишься, в таком районе, в таком, а в парке. Они собирают много ответов и подводят итоги. То есть сейчас серьезная аналитическая работа проводится вообще по всему миру, что это очень людей беспокоит. Что влияет на депрессию в городе? Первое, это урбанизация, конечно, то есть города растут, люди из сельской местности все больше и больше переезжают в города, и по статистике буквально через 20 лет там будет около 70% вообще населения земли жить в городах. Плотность расселения, мы говорили уже, да, люди очень плотно, скучно живут. Ну, эстетика, то есть, конечно, в разбитом каком-то районе с мусором, без благоустройства гораздо выше процент депрессии. Зеленая зона и доступ к паркам – это очень важный фактор, потому что вообще природа, зелень очень сильно влияет положительно на человека. Есть даже исследования, что если ты, например, человек лежит в больнице, и у него вид из окна на парк, то он выздоравливает чуть ли не на неделю быстрее, чем если такого вида у него нет. Ну, пешеходная зона – важный очень фактор. Чем больше человек ходит, тем меньше депрессии. Чем больше ездит на машине, тем больше проводит времени, тем больше депрессии. Это есть такие исследования, да, шум. Ну, и что нужно делать для того, чтобы было меньше депрессии в городах – это развивать зоны, которые бы развивали социальные отношения. И сейчас, в принципе, мы живем в городах в таких крайностях, то есть между высотками и коттеджными городками. То есть высотки, они не очень хорошо влияют на психоэмоциональное состояние человека по многим причинам. Во-первых, потому что человек оторван как бы от земли, а психологически это на него давит. И плюс в таких зданиях высокая ротация вообще проживающих, арендующих жилье. И человек не успевает просто какие-то отношения завязать с соседями. То есть, в принципе, высотки негативно влияют, можно сказать, на человека психологически. И плюс, когда человек видит вокруг себя много высотных зданий, то он теряет ощущение масштаба, то есть ощущение своей связи со средой, как он к ней относится, как она относится к нему. То же самое можно и сказать и про традиционную такую схему расселения, которая сейчас распространена во всем мире. Она пошла еще в Соединенных Штатах, где эту систему расселения вот таких нейборхудов, коттеджных городков пролоббировали еще автомобильные компании в 30-х годах 20-го века, чтобы люди больше машин покупали. Соответственно, дальше ездили с работой на работу. И вот в таких городках тоже достаточно высокий уровень стресса и депрессии, потому что люди много времени проводят за рулем, мало общаются с соседями, в семьях. И очень одиноки на самом деле. Вот в таких коттеджных городках очень высокий процент одиночества. Я думаю, что выход в этом, если говорить про именно архитектурные факторы, архитектурно-строительные, то это вот в таких схемах расселения, которые называются co-living, это как бы совместное проживание переводится. То есть что это из себя представляет? Это такие как бы комьюнити, такие поселения коммунные, где люди вместе живут, у них есть какой-то совместный досуг. Это обычно небольшие поселения, люди там друг друга знают, часто они являются соинвесторами в таких вот небольших поселениях. Вот это на картинке, это в Великобритании, такое небольшое поселение, построенное вокруг небольшого такого садика совместного, за которым они вместе следят, они вместе собираются, у них есть несколько кафе, несколько магазинчиков, и плюс они собираются вместе регулярно для каких-то совместных активностей. То есть оно строится в основном вокруг вот такой вот зеленой зоны, и люди, в общем, постоянно общаются друг с другом, коммуницируют, и это на самом деле действительно создает особую атмосферу счастья человека, его сопричастности, вовлеченности в общую судьбу. И, в общем, я думаю, что это как бы такая модель, которая будет становиться все более и более популярной. Мы, кстати, делали эфир тоже с Сашей Ангеловым, вот и говорили с ним вот об этом же, и он классный пример привел про какое-то племя, я не помню, какое-то, где дома строились тоже вокруг некого общего такого овального пространства, и двери, значит, домов выходили в центр вот этого пространства, что-то вот наподобие вот этой картинки. И когда человек утром просыпался, он открывал дверь, и всем было понятно, что с ним все нормально. Если он дверь не открыл, то создавалась уже как бы вероятность, что с ним что-то произошло, и люди как бы беспокоились о нем. Я думаю, что будущее вот за какими-то такими поселениями, где люди вместе знают друг друга, живут, развиваются и счастливы. То есть, конечно, не обойдется здесь без того, чтобы людей обучать принципам взаимодействия, как бы стимулировать к этому, но это уже другой вопрос, это вопрос уже воспитания и образования. Я здесь пока что только с точки зрения архитектуры говорю. Я знаю, и в этом соображаешь тоже, ты понимаешь, да, что в принципе наше эго заставит нас как бы и в этих условиях, знаешь, как пойти к связи. Будут всякие проблемы, скорее всего, в отношениях между людьми, как над этими проблемами подниматься и так далее, и так далее. Но это мы пока говорим об архитектуре, я с тобой согласен. Вот такие вот, чтобы двери выходили в центр, чтобы люди знали, что что-то у соседа произошло, надо спросить, узнать, все ли у него в порядке, чтобы это было. Но на самом деле там потребуется интегральное воспитание. Я уверен в этом, я тебе скажу даже больше, что мне кажется, что вот такие комплексы, они будут обязательно создаваться с такой услугой, чтобы были люди, которые бы создавали отношения и, ну, как бы провоцировали. Я просто уверен, что так будет. Спасибо большое, спасибо. В следующий раз мы тебя пригласим, как еще инструктора интегрального воспитания, и тоже сделайте нам презентацию, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое.